Первые чайные ритуалы и традиции появились в России в конце 18 века в связи с появлением в стране привезенного из Индии и Китая напитка из сушеных листьев чайного кустарника. Эти традиции формировали два сословия – дворянство и купечество. Крестьянам чай был недоступен из-за дороговизны. Дворяне предпочитали английскую чайную церемонию, безукоризненно сервированный стол, фарфоровые серфизы, молоко и сливки, сахар и утонченные разговоры о высоком. У купечества были свои чайные традиции – стол с самоваром, варенье и мед, обилие выпечки, сушки, бублики, пироги и калачи. Всем известно, что калач – это истинно русский хлеб, хлебобулочное изделие и даже немножко такой предмет роскоши и побаловать себя. То есть, если хлеб ели ежедневно, ну там, все, кто мог бы калачить, такая была немножко больше праздничная история. Были калачные лавки, были калачники, которые ездили на таких тележках, продавали. Тертый калач – такое определение традиционное русская чайная выпечка несет из-за особого метода приготовления теста. Есть у калача ручка, за которую его держат. Съедают основную часть, а ручку нет. Отсюда выражение «дойти до ручки». То есть, до такого плачевного положения дел, когда приходится съедать даже ручку от калача. Основная часть калача, похожая на губы, тоже зародила расхожее выражение. Делается надрез, вот это вот, и раскрывается. Раскатываем губу, а потом посыпаем его мукой, и чтобы они не слиплись. Тогда они при выпечке, они раскроются, и получается, как будто бы две губы. Ручка такой. Есть мнение, что именно от этого пошло выражение «раскатать губу и закатать». Тише, Машенька, не плачь, я куплю тебе калач. Известная всем поговорка, свидетельствующая о народной любви к этой выпечке, а также о том, что калач – это лакомство. Приготовленный по настоящему рецепту, тертый калач действительно невероятно вкусен, несмотря на кажущуюся простоту. Раскрываем так называемые губы, кладем сливочное масло, запиваем чаем. Наслаждение бессмысленно описывать словами. А вот были времена в России, когда про чай-то и не знали совсем ничего. Но зато у нас были свои традиционные напитки. Пили квас, сбитень, травяные настои. Пили также копорский чай. На Западе его называли «Иван-чаем». В наши дни, возвращаясь к истокам, люди все чаще вспоминают о напитке, который был до китайского чая любим на Руси. «Иван-чай», он же кипрей, снова набирает популярность. Собрать самостоятельно, заготовить на зиму, составить сбор с земляникой или липой, с мятой или другими душистыми травами. Настоящая магия, которая добавляет любому чаепитию душевность и волшебство. Напиток издревле был очень популярный и лечебный. В нем он и бодрость приносил, и болезни лечил. Чай не пил, какая сила. Чай попил, куда девать. Или выпей чайку, забудешь тоску. Народные поговорки напоминают о бодрящих свойствах напитка. А в нашем городе и вовсе существует такое фольклорное выражение. У рязанцев свой зарок. Кроме всякой пищи, утром чай, в обед чаек, вечером чаище. Спустя годы чай в любых видах остается объединяющим и согревающим душу напитком, вокруг которого у каждого человека, в каждой семье существуют собственные традиции и ритуалы. И чем больше маленьких деталей добавлять в ежедневные чаепития, тем волшебнее эффект от, казалось бы, простого и привычного напитка. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова